Добрый день, уважаемые друзья! Компания ZAPKEA приветствует вас! Сегодня у нас на обзоре комплект датчика давления в шинах. Поставляется он вот в такой замечательной коробочке. Сейчас мы его с вами откроем, посмотрим из чего состоит комплект. Также установим и протестируем на автомобиле. Данный комплект датчиков подойдет на те автомобили, на которых это не предусмотрено с завода, и будет использоваться как дополнительная опция. На автомобилях, на которых это и есть завода, там установлены вот такие вот датчики. Они стоят на каждом колесе, и информация с них идет на щиток приборов. И водитель видит, если идет минимальное изменение в шинах, то сразу на щитке приборов у него загорается лампа контрольная. Сейчас мы с вами рассмотрим то, что у нас поставляется в комплекте. В комплекте у нас идет сам прибор, на который идет информация с датчиков. Сейчас он у нас с вами выключен. Его мы рассмотрим чуть позже. Также в комплекте идут датчики. Их 4 штуки на каждое колесо. На каждом датчике у нас подписано, на какое колесо он устанавливается. Также в комплекте идет вот такая вот коробочка. Здесь у нас инструкция по эксплуатации на английском языке. Здесь все расписано с картинками, и как бы все понятно даже тому, кто мало изучал английский язык. Также в комплекте двухсторонний скотч, на который в дальнейшем у нас будет приклеен сам прибор. И провод зарядки, который вам понадобится, если вы будете использовать прибор ночью, или если у вас мало освещенности в вашем регионе. Вот у нас с вами комплект датчиков, который мы сейчас рассматриваем. Вот у нас также представлены оригинальные датчики. Данные датчики устанавливаются на автомобилях Kia Sorento, Kia Sportage. Эти датчики от автомобиля Hyundai Elantra. Датчики визуально очень похожи, и выполняют одни и те же функции. Только у них разная ценовая категория. Без датчиков вы на глаз не заметите снижение давления в шинах на 0,2-0,3 атмосферы, что может привести к увеличению расхода топлива, к износу шин, а также может отрицательно повлиять при торможении. После установки данного комплекта, вам не понадобится обходить автомобиль перед поездкой, чтобы убедиться, спущено ли на нем колесо или нет. Езда на спущенном или полуспущенном колесе приводит к деформации шины и ее быстрому износу. Давайте с вами рассмотрим конструкцию датчиков более подробно. Датчик выглядит следующим образом. Здесь мы видим с вами отверстие, через которое воздух закачивается в шину. Также вот здесь есть отверстие, через которое определяется давление в шине и температура воздуха внутри покрышки. В датчике установлена встроенная батарейка с повышенной емкостью и сроком службы 3 года. Датчик запаянный, батарейка несъемная. Датчик представляет собой вот такой колпачок. Здесь у нас с вами золотник, дополнительный колпачок и две уплотнительных шайбочки. Датчик ставится внутри диска, потом устанавливаются два дополнительных колечка уплотняющих, чтобы у нас с вами не выходил воздух. Накручивается обратно колпачок. Все это очень герметично. Воздух у нас с вами ниоткуда не выходит. И это очень красиво будет выглядеть на вашем автомобиле. Также сейчас на рынке представлено очень много других датчиков. Рассмотрим на примере немного другой датчик, который наворачивается сверху на золотник. Данный датчик плох тем, что мы все понимаем в какой стране мы живем и эти датчики могут у вас украсть. Датчик наворачивается сверху, выглядит не так красиво, как ранее представленная модель. Минус данного датчика в чем? То, что данный датчик меряет температуру не внутри покрышки, а снаружи. Потому что датчик у него находится вот здесь. Также минус в том, что у вас золотник постоянно нажат. Здесь со временем высыхает резинка и сам датчик может начать спускать воздух через себя. Информирую вас о том, что у вас проколота покрышка, но на самом деле это не так. Это сам датчик уже вышел из строя. Сейчас мы с вами поподробнее рассмотрим сам прибор и панель. Прибор состоит из солнечной батареи, разъема microUSB для зарядки, а также трех кнопок. Мы с вами видим стрелочку вправо, стрелочку влево и кнопку меню. Прибор включается следующим образом. Удерживаем правую клавишу. Прибор у нас с вами включился. На данный момент на приборе показывает давление в шинах в ноль, температура 21-22 градуса, потому что датчики у нас не установлены. Давление у нас с вами в барах, температура по Цельсию. На данном приборе мы с вами можем установить высокое давление. Оно здесь измеряется от 3,2. до 2,6, в зависимости от того, на каком автомобиле вы его используете. Низкое давление регулируется здесь от 1,8 до 2,5. То есть мы с вами выбираем тот коэффициент, который необходим для вашего автомобиля. Температура в Цельсиях показывает температуру внутри покрышки. Регулируется от 60 до 80. Для чего нам нужна температура внутри покрышки? Вдруг у вас при движении заклинил суппорт или заклинила колодка. Мы с вами увидим изменение температуры внутри покрышки. Соответственно, нам необходимо будет остановиться и посмотреть, что же у нас произошло с колесом. Для чего мы с вами устанавливаем низкое давление и температуру внутри шины? Для того, чтобы изменения, которые могут у вас произойти в поездке, данный прибор издал звуковой сигнал, чтобы вы постоянно не смотрели на прибор и не контролировали, какое у вас давление, какая температура. Сейчас мы с вами рассмотрим питание от солнечной батареи. Сейчас вы видите, что у нас нет индикатора. Возьмем с вами фонарик и поднесем его. Видите, у нас загорелся индикатор о том, что идет зарядка от солнечной батареи. И также индикатор зарядки батареи начал моргать. Сейчас рассмотрим с вами питание от солнечной батареи в зимнюю несолнечную погоду. Сейчас я закрыл рукой солнечную батарею, мы с вами видим, что зарядка не происходит. Убираем руку и видим, что пошла зарядка и прибор заряжается. Обмен информацией с датчиков на прибор происходит по радиоканалу. Когда у нас с вами автомобиль стоит, не происходит никакого движения, приборы и датчики уходят в спящий режим для того, чтобы была экономия батарейки. Если вы активный пользователь и часто ездите на своем автомобиле, датчиков где-то хватит на 2-2,5 года. Если вы ездите редко, то батарейки может хватить до 5 лет. Сейчас мы с вами продемонстрируем, как датчик уходит в спящий режим и увидим, что он выключается и что с ним дальше происходит. Сейчас у нас с вами прибор ушел в спящий режим, сейчас мы его с вами попробуем разбудить. Вот вы хлопнули дверью, сели в свой автомобиль и сразу видите, какое у вас давление во всех ваших шинах. Сейчас мы с вами отправимся в сервис для установки данного комплекта и посмотрим, как он будет работать после установки. Компания ZAPKIA, автомобиль KIA SEED. Алексей, какого он у вас года? 16-го. 16-го, а пробег? 30 тысяч. 30 тысяч всего? Да, оригинально. Не врете? Нет, вообще, никогда. От тех, кто не знает, Алексей это наш сотрудник, это его тачка KIA SEED. Чего мы собрались? Он тут недавно вам отснял, рассказал про датчики давления. Так, Вопчик, махни рукой зрителям. Ты им недавно желал добра. Добро это. Вот помыли колесико как раз нашего Алексея. Все здесь, Леха еще раз. Как дела? Все, отлично. Короче, веселимся. Слушай, вопрос, наверное, телезрителей будет. Но тебе-то, скажи честно, на халяву достался этот комплект? Или ты его купил? Это тестовый зимпляд. Ну, короче, халява, да? Нет, это все в процессе теста. Мы все испытываем сначала на тебе, а потом уже продаем людям. Так тебе надо Grand Star X купить дизельный тогда, получается. Ну, вот новый пришел недавно из Кореи. Да, не дают, мне тоже не продают. Ладно, короче, сейчас Вовчик отожмет резину, и мы установим с вами датчик. Вот они, Леша и Вова, Лелик и Болик. Смотрите, ну что, там они датчики. Снимаются вот такие датчики. Они подписаны, какой из них. Лютый. Задний левый. Ага. Ну, он так вот раскручивается. Снимается колпачок. Тоже откручивается. Ну, и зажимается, понятно. Да, просто зажимается уже. Хорошо, что Леха у нас добрый, и он позволяет нам вот таким варварским методом всунуть этот сосок в Вован. Тебе не кажется, что это очень зло с его резины? Или Леха разрешил, да? Ну, Леха разрешила. Да, хоть где-то халява. Вот она так и называется, отрыгивается халява оттуда. Сейчас будем ставить. Вован, внедрили? Внедрили. Все тут просто. Затягивается вот гаечка, и отсюда установлен. Сейчас мы поставим резину на место, мы качаем, отбалансируем, повесим и посмотрим, что изменится. Видите, уже до этого один датчик стоит. Это передний левый. Он показывает давление 2,2 и 12 температуру, да? Внутри воздуха. Внутри воздуха. Да. Включается автоматически. Сейчас поставим и взглянем, так сказать, как это все заработает. Вот он. Давай, Вован, что, качай. А когда закачает, начнет качать? Просто начнет качать, тут просто коза не будет. Вов, так может не хватить памяти. Чик. Ну что, мы все еще в ожидании. Вова качает. Пока херца, что там. А, во! Е-е-е-е, детка, уж почти не верил, но нет. Пошел. Ну, это, в общем, ребят, такой набор, у кого нет датчиков. И кто прям любит, не знает, сжечь резину. 2,2 вованс. Сейчас такую же манипуляцию мы проделаем со всеми остальными. Тут, наверное, вам Алексей говорил. Есть солнечная батарея, есть питание стационарное. Что, Лёх, советуешь людям, не? Конечно, надо брать. Надо брать. Да, да, надо брать. Всем удачи, пока. Народ, всем привет. Вот мы с вами снова встретились. Вот установили датчики. Вот, видим, у нас показывают все датчики одинаковое давление, температуру в шинах. И вот так теперь выглядит у нас прибор, данный прибор на торпеде. Сейчас произведем с вами эксперимент, как просыпается у нас прибор после установки его на автомобиль. Сейчас мы с вами сели в автомобиль и захлопываем дверь. Прибор включился и показывает нам давление и температуру в каждом из колес. После установки данного комплекта прошло три недели. Особых минусов не обнаружено, за исключением того, что попался либо некачественный двухсторонний скотч, либо нужно было обезжирить поверхность. Сейчас мы с вами спустим одно из колес и проверим показания, которые будет показывать датчик. Сейчас мы с вами спустим колесо и увидим, какие изменения у нас происходят на приборе. Спускаем. Вот мы спустили, давление у нас упало ниже минимального значения, которое установлено, и прибор подает звуковой сигнал, информируя вас о том, что давление в шине не упало, и вам необходимо остановиться и осмотреть покрышку. Чтобы приобрести данный комплект, обращайтесь в компанию ZAPKIA, ссылка будет в описании. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...